В демократическом обществе мы выбираем политиков, чтобы они нам служили, чтобы занимались за нас множеством повседневных скучных дел. Как, например, мы, жильцы многоквартирного дома, выбираем дворника, чтобы тот следил за чистотой, менял перегоревшие лампочки, а если в нашем микрорайоне появятся хулиганы, нанял охранников, чтобы он заботился о нашем доме. И так же, как возникает конфликт между нами и нерадивым дворником, который плохо подметает двор, возникают конфликты между социальными группами и властью, которая должна им служить. В демократическом государстве открытые конфликты между населением и государственными органами неотъемлемая часть общественной жизни, поэтому иногда создается впечатление, что в демократическом государстве все со всеми без конца ссорятся. Там, где о конфликтах не слыхать, а граждане вовсю демонстрируют любовь к властным структурам, мы имеем дело с авторитарным правлением, как, например, в Северной Корее. Если в основе конфликта лежит нарушение прав человека, одной из его сторон является власть. Если бургомистр запрещает проведение манифестации, ассоциация, которая хочет ее организовать, может направиться в ратушь, чтобы поговорить с бургомистром. Но их разговор будет отличаться от торговых переговоров, ибо тут произошло нарушение конкретного права человека, а эти права не подлежат обсуждению. Нельзя обладать правом собраний наполовину. Конфликты были, есть и будут, ибо являются рядовым элементом общественных отношений. Сам по себе конфликт ни хороший, ни плох. Плохими или хорошими могут быть его последствия. Конфликт может быть разрушительным, но может и вести к созданию новой, лучшей действительности.